То плюс, то минус. В Перми перепады температуры в последние несколько дней привели к образованию на улицах и тротуарах наледи, что стало серьезной проблемой для пешеходов. Начиная с 7 марта передвигаться по многим местам города было не просто затруднительно, но и опасно. Ситуацию со сложной метеорологической обстановкой усугубили нарушения технологии уборки снега и льда, которые допустили некоторые подрядчики. Хотелось бы узнать, когда сделают что-нибудь с гололедом. Живу у манежа «Спартак», работаю на Велте. До работы приходится чуть ли не ползком добираться и до дома также. Ну ладно, я еще молодая, а как же бабушки? А бабушки, по крайней мере, самые осторожные, все сделали правильно. Старались просто не бывать на улице. Ну я редко выхожу из дома, потому что такая погода, это очень опасно. В понедельник с утра в Пермской мэрии разбор полетов. Представители районных учреждений благоустройства докладывают, в выходные на улице города вышло около 350 единиц техники и 310 рабочих ручников. Использовано порядка 920 тонн противогололедных материалов. Однако некоторые подрядчики допускали нарушение технологического цикла подсыпки и очистки, что и привело к образованию наката и гололеда. Решение одно – усилить контроль. Ведь впереди опять температурные качели. На этой неделе ожидается снег с дождем, поэтому главная задача на неделе, во-первых, доработать с тротуарами, то, что у нас по городу есть, все засыпать полностью, ликвидировать накат на тротуарах, ликвидировать скользкость. Сейчас сотрудники городской администрации и административно-технической инспекции проверяют качество работы подрядчиков. Прежде всего там, откуда поступили жалобы. Чистим тротуары по требованиям МКУ. Много чистить? Ну, надо все чистить полностью. Когда здесь все будет почищено? Сегодня почистим полностью. Подрядом организации поставлена задача в ежедневном режиме сейчас производить подсыпку противоголедными материалами тротуаров, а также производить их очистку. Всем хозяйствующим субъектам, подрядным организациям, кто по каким-то причинам не справляется с своими задачами, значит, даются предписания. В случае неустроения предписания будут данные организации привлечены к административной ответственности. Штрафы могут достигать до 50 тысяч рублей на юридических лиц. Подрядчикам дали двое суток, чтобы навести порядок на всех тротуарах города. О недоработках просят сообщать в администрации районов, либо в городскую административно-техническую инспекцию. Все номера телефонов на сайте городперм.ру. Юлия Алеева, Валерий Шикунов, телевизионная служба новостей. И в продолжение темы гололеда. Как рассказали в прислужбе Пермской станции скорой помощи, за последние пять дней из-за падений только в краевой столице пострадало более 150 человек. В основном диагностируются ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы. Как сообщает коммерсант Прикамь, утром по пути на работу поскользнулась и упала замминистра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх. Произошло это буквально в двух шагах от здания краевого правительства на перекрестке Куйбышева и Петропавловской. По предварительным данным, Минх получила перелом ребер и была госпитализирована. Добавим также, что прокуратура Пермского края инициировала проверку работы чиновников и управляющих организаций по содержанию тротуаров. Поводом стали многочисленные жалобы жителей и резкий рост уличного травматизма.